Всем привет! Сегодня у нас на обзоре такой табак под названием Джиннис. Не нужно путать с самого начала то, что этот табак имеет какое-то отношение к продукции кальянной Джинни. А совсем нет. Это отдельная компания, немецкий табак и тому подобное. На данный табак я снимал обзор еще примерно около года назад. Мне он приходил посылкой напрямую с Германии, но на рынок они так и не вышли бы каким-то причинам. То ли не смогли его переотправить, переправить и всему остальному. Но на рынке он так и не появился. А если появился, то только в маленьких количествах и то кем-то когда-то заказан из немецких сайтов. Так вот, и сейчас на данный момент табак полностью зашел на российский рынок. Я его встретил на выставке International Hooka Picnic. И, соответственно, опять же взял там себе свои любимые вкусы и решил, собственно, записать на него маленький обзорчик. Так вот, идет он в вот таких вот баночках, как бы а-ля Starbass, да, а-ля Хейс, Starbass и все остальное. С вот такими вот веселыми интересными принтами. У меня здесь по вкусам сейчас лимон с фисташками. Далее манго, дикая манго. Персиковый холодный чай. Далее у нас идет дикий грейпфрут со льдом. То есть, ну, охлажденный, да, там все дела. И идет Terrorville. То есть, я не понял, что это за вкус. Я его курил, я его пробовал, но... Это что-то дико мятное. Но, скорее всего, просто дикая мята. Я бы так это назвал бы, потому что никаких нефруктовых, никаких-то шоколадных, никаких-то кондитерских ноток я в нем не прочувствовал. Этот табак мне еще тогда, когда он приходил, он мне очень сильно понравился. Тем, что это такая, знаете, обычная немецкая классика с минимум количеством химии в табаке. И, конечно же, его с ней самой обычной стандартной легкостью. Ну, и, конечно же, эти баночки, мне даже до сих пор из старой партии, которая приезжала мне, эти баночки Даша использует под разные вещи. Там всякую мелочь накидать, болтики, не болтики. Так вот, давайте, собственно, разбирать те вкусы, которые у меня есть. На данный момент у меня вот прям все топовые вкусы, которые только есть. Топ из всех топовых. А грейпфрут максимально, максимально настоящего вкуса. То есть, это цедра грейпфрутовая плюс мякоть. И получается просто невъебический такой аромат, знаете. И прям вот куришь, и вокруг все тебя пахнет прям именно грейпфрутом. Сейчас я курю лимон с фисташками. Это тоже топовый вкус. Если будете вдруг брать его, то сразу этот вкус даже не думая. Здесь получается в том, что лимон играет более свежую ноту, а фисташки более ароматную ноту. И все это вместе в сборе получается довольно-таки прикольная композиция. И очень интересно это все курится. Далее. Манго. Ну, для любителей манго это прям вот зайдет. Это не сладкая манго Дарксайда или манго Танго и все остальное. Это настоящее такое травянисто-свежее сладкое мя... Ой, сладкое манго. По крепкости табак очень-очень некрепкий. С такая, даже ниже, с середины, то есть примерно с торбас, фумари. Но за счет того, что он очень-очень насыщенный вкусами, ты получаешь, как будто накуриваешься только одним вкусом. Следующий вкус у нас персиковый холодный чай. Этот вкус я... Как бы да, он прикольный. Он очень яркий, но я здесь не чувствую именно чая. Здесь персик, ну охуенный персик. Очень прикольный. Но прям так, чтобы это был какой-то холодный чай, с привкуснотками чая, нет. Тут-то вот немного не получилось. И, конечно же, мята. Это такая дикая черная мята, я бы назвал бы, которая прям конкретно просто бьет в нос. Но это не аналоги суперновые, там, Фризи, Апачи, Куф Розена и так далее. Внутри у нас... Сейчас покурю. Внутри у нас вот такой вот не менее... Не менее... Да, не менее красивая упаковка. Тоже все очень хорошо запечатано, не текет. Вот здесь написано открывать здесь, а я же хули варвар, блядь. Я открываю здесь, нахуй. А вот такая пачечка. Внутри этой пачечки идет вот такой вот сверток, где, собственно, есть сам табак. По цене, к сожалению, я вас не смогу проконсультировать, потому что я не знаю, сколько он стоил. И, собственно, это не запомнил. И я его не покупал. Собственно, не секрет. Всем думаю, собственно, это понятно, да? Поэтому ссылочки на производителя я укажу внизу. Только на производителя, о, боже мой, блядь. На официального дистрибьютора по России, который все-таки начал им заниматься. И, конечно же, завез этот прикольный табак на рынок. Советую попробовать, советую покурить. Довольно-таки все интересно, вкусно, сладко, дымно, но не крепко. И как стартовый кальян в начале дня, в начале смены, в самый раз. По перегреву. Я сейчас курю на ст-чашечке на 4-25 краунах. Блядь, это я вам сейчас просто покажу. Собственно, вот он, ебаный краун. Блядь, в нем пепло, хуево туча просто, дико. Тем не менее, жар как бы есть. Поэтому жара он не боится. Наоборот, раскрывается совсем по-другому. Ну, что еще сказать про этот табак? Блядь, ну он охуенный в плане. И со своего сегмента по крепкости и доступности на данный момент. Тогда он был недоступен, в принципе, ни для кого, кроме блогеров. Потому что они разослали им якобы зайти на рынок, но не получилось. Сейчас же все нормально. Поэтому табачку я ставлю огромный плюс. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Это Tabak Genius, это Dava Dym, это Кальяна FHL, город Москва. Увидимся.